Ведущие утренние сессии У нас сегодня Зайцев Федор Сергеевич И я прошу его включить свой микрофон И также включить микрофон Пархомова Который сегодня первый выступающий Но перед ним выступит Геннадий Иванович С очень важным заявлением Геннадий Иванович, тоже включите свой микрофон И пожалуйста, ваше объявление Значит, дорогие коллеги Я думаю, что вчера я об этом услышал Передали по телевидению Что номинированы несколько физиков На Нобелевскую премию Которая присваивается за то Что есть сигналы, распространяющиеся Со скоростью больше, чем скорость света Это так называемое квантовое перепутывание Это Эйнштейн впервые теоретически Высказал такую идею Но сам испугался Потому что там нужны сверхсветовые сигналы Чтобы это происходило Так вот сейчас выдвинутый И я хочу сказать, к чему это приведет Какие следствия физические этого есть Вот у нас замечательный физик был Яков Терлецкий Который написал книжку Парадоксы специальной теории относительности И он там показал Что если есть сверхсветовые сигналы То это означает, что есть отрицательные массы Там все завязано Теорема Терлецкого И это означает, что вообще говоря В теории элементарных частиц Рождаются не пары частиц Электрон, позитрон А четверки То есть частицы с положительной И с отрицательной массой Здесь мы имеем следствия для физики Такие, что принцип причинности классический Когда сначала причина, а потом следствие Он нарушается в этом случае И могут быть такие события Когда сначала следствие, а потом причина Они меняются местами И кроме того, есть даже такие события Когда следствие и причина Происходят в один и тот же момент времени Вот больше всего экспериментов Мне известно в этой области Они связаны с психофизикой Когда человек в состоянии измененного сознания Способен уходить как бы своим сознанием Прошлое и видеть те события Которые были много лет тому назад И уходить наоборот в будущее Когда можно будет предсказывать то Что произойдет через некоторое время То есть вот такие настали времена Когда наука официально Допускает рассмотрение таких вопросов Ну, конечно, на научной основе Спасибо Спасибо Геннадию Ивановичу Это, конечно, какое-то уникальное событие Если это будет признано И это, возможно, имеет и административные последствия Потому что, возможно, и на какие-то наши усилия Физической области тоже обратят внимание И вот эта комиссия по лженауке Здесь получит серьезное замечание Может быть, со стороны научной общественности Потому что наверняка и все работы Связанные с этим вопросом Там тоже отрицались Как-то лженаучно Спасибо Геннадию Ивановичу И передаю слово Федору Сергеевичу Федор, пожалуйста В свои права Спасибо, Валерий Николаевич Я буквально все-таки несколько слов скажу По информации, которую представил Геннадий Иванович То, что больше скорости света Это замечательный факт Экспериментальный И тут сомнений нет А вот интерпретация, которую он дал свою Но есть более простая Что все делается не в пустоте А в некоторой среде И в ней есть Так же, как скорость звука в воздухе Есть вот скорость света в эфире Ее можно превысить Так же, как скорость звука Значит, в воздухе И не надо никаких отрицательных масс Но это вопрос интерпретации А сам факт, конечно, замечательный Тем более, если он будет признан Нобелевским комитетом Что эксперимент достоверный И, значит, превышена скорость света Это, конечно, выдающийся результат Прошла ведь информация Что получили уже Нобелевку За процессы перепутывания квантовые Ну, я не знакомлюсь с этой новостью А знакомлюсь И тогда обсудим Давайте перейдем к конференции Значит, секция Теоретические модели Вот сегодня открывается Я еще раз всех приветствую Глубоко уважаемые коллеги Ну, вот хотел бы все-таки Минуты три Несколько вступительных слов сказать Может быть Даже это надо было бы И как-то в расписании конференции Предусмотреть На мой взгляд, очень важно Вот Эксперименты, конечно, первичные И с них надо начинать И только что вот мы Об этом говорили Но без теоретического понимания Того, что в них происходит Эксперименты Как показывает практика Затягиваются на годы Или вообще ничем заканчиваются А совмещать в одном человеке И хорошего Значит, экспериментатора И хорошего теоретика Это очень сложно Но кому-то удается, наверное Вот Однако теории можно построить Бесконечно много Доказывается метод математической индукции Даже при конечном числе слов в словаре Придумываете новое свойство Там n плюс мерное Значит, пространство n плюс 1 Ему даете новое название И пошло-поехало Поэтому вот я бы Подчеркнул очень важный тезис Я его когда-то высказывал В каких-то выступлениях Может, еще кто-то Высказывал, естественно Предложил теорию Предложи эксперимент По ее проверке Вот это принципиальный вопрос Убеди экспериментаторов Заняться проверкой Значит, своей теорией Или сам займись Вот как я занимался сам По циклотронному эфирному резонансу С коллегами Потому что эксперимент Это долгосрочное Кропотливое дело Имеющее там Колоссальное количество Нюансов возникает Которые вот так не видны Ни в докладах Ни в каких выступлениях Значит, по данным Ратиса Светлая ему память Уже было Около 150 теорий Ленера он насчитал Я буду кратко Ленер называть Хотя название Которое фигурирует В термин Который фигурирует Название конференции Он очень удачный На мой взгляд Ну вот Ленер Как-то прижилось И более звучный Что ли Хотя суть дела Не очень-то отражает А сейчас, наверное Уже больше Значит, один из механизмов Возбуждения Ленер Это, как я сказал Циклотронный эфирный резонанс Был совместный С Сергеем Михайловичем Годиным Доклад На семинаре Зателепина 15 июня Там 3,5 часа Все подробно рассказано Поэтому здесь на конференции Мы не представляли Эти результаты Но как что происходит Принленер на микроуровне Вопрос остается пока открытым И вот этому, конечно Теоретические исследования Должны посвящены Пожалуйста Первый доклад Пархомов Термодинамический подход К объяснению Холодных ядерных трансмутаций По регламенту На каждый доклад До 30 минут Ну из них минут 5-7 На вопросы Так, ну 10 минут уже прошло Так что все, видимо Зарегается То есть мы Да, отсчет будем вести Вот От настоящего момента И Просьба укладываться В этот А дискуссии все Переносятся на круглый стол Значит Ну Валерий Николаевич Об этом говорил Неоднократно Все, спасибо Передаю вам Слово Ну и так В ходе экспериментов По изучению Холодных ядерных Трансмутаций Давно было обнаружено Что образуется Не какой-то Один или два-три Элемента А множество Разнообразных элементов Мы это Неоднократно обсуждали На наших семинарах И конференциях Например Вот что получилось В результате Обработки Дистиллированной воды В аппарате Вачаева Иванова Так Перериснулось Да? Да Перериснулось Все нормально Хорошо Поехали Ну Два десятка Изначально Образовалось Изначально Отсутствующих Химических элементов От третья Элития До свинца Больше всего Железа Чтобы собрать Ядро железа Нужен материал Содержащийся В трех Молекулах Воды И четыре Электрона Заметим Что в ядерной Физике Обычно Рассматривается Взаимодействие Двух частиц А взаимодействие Трех И большего Числа частиц Считается Крайне маловероятным А здесь Объединяются Шесть ядер Водорода Три ядра Кислорода И четыре Электрона Появление Множества Разнообразных Элементов Было Обнаружено И во многих Других Экспериментах В том числе В наших О результатах Этих Экспериментов Я докладывал На семинарах И конференциях Опубликовано Несколько Статей В этом Докладе Я напомню О результатах Анализа Экспериментах Экспериментах Рядом Рядом Экспериментах Особенно Экспериментами На этой установки Эксперимент Олова Появились Помимо Прежних Веществ Появились Нитрат Натрия И сульфат Калия Вода Здесь Выступила В качестве Агента Делающего Возможными Химические Превращения Аналогично Потенциальная Возможность Преобразования Вещества Есть и На ядерном Уровне Вернемся К анализу Изменений В алюминиевой Фольге Справа Даны Примеры Ядерных Реакций В результате В результате Которых Могут Образоваться Обнаруженные Элементы Из двух И трех Ядер Алюминия Чтобы не Отвлекать Внимание Здесь не указаны Нейтрина И антинейтрина Участвующие В этих Ядерных Реакциях Более детально Особенности Этих Реакций Я обсуждал В первом Докладе В понедельник Как мы Видим Есть множество Возможных В принципе Пути ядерных Преобразований Преобразованием Ничто не мешает Кроме Кулоновского Барьера Чтобы Преодолеть Это препятствие В лоб Нужны гигантские Температуры Достигнуть Которых Практически Невозможно Ну или Ускоритель Но трансформации Как мы видим Происходят Значит Действующий Агент Использует Какие-то Другие Пути Хотя и действует Он с очень Маленькой Скоростью Чтобы Обеспечить Выделение Энергии На уровне 1 ватт На грамм Нужен Один Акт Ядерного Преобразования Примерно На 10 миллионов Атомов Вещества В час Низкая скорость Компенсируется Высоким Выделением Энергии В каждом Акте Ядерных Трансмутаций Сказанное Приводит Мысли О том Что К рассмотрению Систем В которых Происходят Ядерные Трансмутации Надо подходить Не с позицией Взаимодействия Отдельных Частиц А как В совокупности Большого Числа Частиц На необходимость Именно Такого Подхода К объяснению Холодных Ядерных Трансмутаций Давно Указывают Рудскоев и Филиппов О том же Говорит Мышинский И говорил Ратис Такой Подход Требует Привлечения Термодинамики Термодинамика Изучает Наиболее Общие Свойства Макросистем Состоящих Из огромного Числа Взаимодействующих Элементов А также Способы Передачи И превращения Энергии В таких Системах Я не буду Здесь Рассуждать О законах Термодинамики Имеющих Много Формулировок И толкования Это может Отвлечь От темы Доклада Для нас Важно Что согласно Термодинамике Всякая Замкнутая Макросистема Стремится К состоянию Равновесия То есть К равномерной Температуре И концентрации Атомов И отсутствию Перепадов Неравновесия Неравновесия Развивается Рост Возможно Если Если Работают Три Атома Алюминия Тут Еще Получается Очень Очень Много Обычно Преобразования На ядерном Уровне Запрещены Кулоновским Барьером Но Если Такая Возможность Появляется Пусть Даже С Очень Маленькой Вероятностью Выделяющаяся В каждом Акте Ядерных Преобразований Энергии Распределяется Между Атомами Системы Вызывая Увеличение Температуры Это Интегральный Эффект Ничего Не Говорящий О деталях Процесса Для Выяснения Деталей Можно Привлечь Принцип Циглера В системе Большого Числа Взаимодействующих Ядер Имеется Много Вариантов Образования Продуктов Со стабильными Нестабильными Изотопами С возбужденными И невозбужденными Ядрами В соответствии С принципом Циглера Неравновесная Система Развивается Так Чтобы Максимизировать Производство Энтропии Производство Энтропии Преобразование Стабильных И невозбужденных Нуклидов Выше Чем Преобразование Нестабильных И возбужденных Поэтому Поэтому образование стабильных и нестабильных нуклидов происходит с более высокой вероятностью. Таким образом, привлечение термодинамики позволяет объяснить наиболее интригующую особенность Лена – очень низкий уровень жестких излучений. Причем для этого даже не требуется вникать в особенности самих ядерных преобразований. Достаточно допущения о том, что процесс охватывает систему большого числа частиц. Чтобы конкретизировать эти весьма общие рассуждения, обратимся еще раз к результатам анализа изменений элементного состава в алюминии. Отметим, прежде всего, что вот железо, вот в первой случае показано, как образуется железо. Отметим, что железо, которое нарабатывается с наибольшей скоростью, как мы видим, что показывают результаты анализа. Железо имеет наиболее высокую экзотермичность – 21 мФ на одну трансформацию. Высокая скорость вполне соответствует принципу Циглера. Образование железа – элемента наиболее устойчивого, с выделением высокой энергии – 21 мФ – дает наибольший прирост энтропии по сравнению с другими возможными ядерными трансформациями. Поэтому образование железа более вероятно, чем образование других элементов. Причем образуется преимущественно ядра в основном состоянии, так как переход на возбужденные уровни связан с меньшим приростом энергии. Ну и вот я в заключение просто выскажу основные мысли, которые были изложены в этом докладе. Всякая замкнутая макросистема стремится к состоянию равновесия, то есть к равномерной температуре и концентрации атомов и к отсутствию перепадов давления, или к устойчивому распределению этих параметров, если система не замкнутая. Более глубокий подход к процессу установления равновесия дает принцип Циглера. В соответствии с принципом Циглера система выбирает не только наиболее вероятное из своих возможных макросостояний, но и наиболее вероятную траекторию движения к этому макросостоянию. Переход к равновесию процесс многоступенчатый, при этом переход с одной ступеньки на другую наиболее вероятно происходит так, чтобы прирост энтропии был максимальным. В системе большого числа взаимодействующих ядер имеется много вариантов образования продуктов со стабильными и нестабильными изотопами, с возбужденными и невозбужденными ядрами. В соответствии с принципом Циглера неравновесная система развивается так, чтобы максимизировать производство энтропии. Производство энтропии при образовании стабильных и невозбужденных нуклидов выше, чем при образовании нестабильных и возбужденных. Поэтому образование невозбужденных стабильных нуклидов происходит с более высокой вероятностью. Привлечение термодинамики позволяет объяснить наиболее интригующую особенность Лена – очень низкий уровень жестких излучений. Причем для этого даже не требуется вникать в особенности самих ядерных преобразований. Достаточно допущения о том, что процесс охватывает систему большого числа частиц. Ну, собственно, все. Спасибо. Спасибо, Александр Георгиевич. Да, Георгиевич. Валерий Николаевич, здесь несколько поднятых рук, но это, наверное, ваше прерогативо. Нет, 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 нет. Федор, вот эти руки, ты двигайся сверху вниз. Вот там Чистолинов, потом Цветков, потом Косарев. Подряд каждого из них опрашивают короткие вопросы, короткие ответы без обсуждения. Обсуждения на вечер все. Александр Георгиевич даже вот в 15 минут уложился, поэтому время есть на вопросы и ответы. Пожалуйста, Чистолинов. Александр Георгиевич, спасибо за доклад. Ну, у меня вопрос все-таки к вам скорее как к экспериментатору, не как к теоретику. Вот вы вначале приводили данные по трансмутации в керамической трубке. А вы не подскажете, а какая там температура была в этой трубке? Она же была снаружи, я правильно понимаю, светилась, да? Вот вы же меряли температуру, наверное. Ну, да, снаружи была температура, ну, да, порядка тысячи градусов. А, порядка тысячи градусов. Все, понятно, спасибо. Спасибо. Тут очень мелко написано. Сергей. Цветков, это Цветков, Сергей. Вы Зареченская. Из Заречного. Заречного, да. Александр Георгиевич, вопросик такой. Вот вы пишете тут формулы преобразования из алюминия в железо. Не скажете, какая часть энергии вот из этой реакции приобретает сам элемент железа? Не считали? По-разному. Вот когда образуется железо, там, значит, на сам элемент приходится очень мало, потому что все выносит нейтрин. В других случаях... А можете оценить вот это количество, которое приходится на железо? Это, я думаю, в пределах энергии теплового движения, потому что нейтрино... Сотые доли МЭО, да? Да, это не только доли МЭО, это, я думаю, в электрон-вольтах максимум где-то может выражаться, потому что энергия распределяется обратно. То есть 0,025 электрон-вольта, да? Ну, трудно сказать. Для этого надо знать массу нейтрино. Пока ясно, что она только очень маленькая, значительно меньше одного электрона-вольта. А масса железа, ядра железа, вы понимаете, сколько... Да, неэффективное использование энергии получается. Да, здесь точно так же, как в случае курицы, когда кальций формируется из калия и протона. Там та же самая история. Там все выносит нейтрино, и с кальцием ничего не остается. Поэтому курица не перегревается, когда происходит вот этот процесс. Все, спасибо. Нету больше вопросов. Спасибо. Пожалуйста, Александр Косарев. Александр Георгиевич, по Вашим представлениям, тепловые длинноволновые нейтрино охватывают целую область атомов. И при этом как бы подавляются колонновские барьеры, возможно, комбинаторные взаимодействия. Так я понимаю, да? И при этом, вот вопрос. Подавляются только барьеры ядер или подавляются барьеры также электронов? Ну, я не понимаю, как вообще речь может идти о каком-то подавлении каких-то барьеров. Это какое-то вот очень некорректное высказывание. Вот сформулируйте как-то вот более четко. Для того, чтобы произошло взаимодействие между различными ядрами, нужно преодолеть колонновский барьер. Вы объясняли однажды, что каким-то мистическим образом тепловые нейтрины приводят к тому, что эти ядра сливаются. То есть они как бы преодолевают колонновский барьер, потому что на них действует нейтрина. Значит, колонновского барьера не остается? Так, понимаете? Ну, для нейтрины, конечно, нет никакого колонновского барьера. Нет, не для нейтрины, для ядра. Ну, я продолжу ответ. Когда мы… нейтрина – это, значит, частица, характерная для слабого взаимодействия. А при слабом взаимодействии вот нет речи о преодолении каких-то барьеров. Это не силовое взаимодействие, как мы обычно привыкли. Слабое взаимодействие, оно заключается в том, что, ну, в частности, протоны переходят в нейтроны, нейтроны переходят в протоны, ну, когда создаются энергетические, в частности, условия для таких переходов. То есть, вот надо хорошо понять, что вот когда речь идет о слабых взаимодействиях, вот все эти соображения о колонновских барьерах просто отодвигаются в сторону. Эти вот барьеры, они уже начинают работать, когда взаимодействие произошло, понимаете? Когда действительно вот уже частицы разлетаются там под действием электромагнитных сил, электрических сил, магнитных сил и прочее. А само слабое взаимодействие, как я понимаю, это вот уникальное взаимодействие, для которого никаких барьеров просто не существует. Спасибо. Пожалуйста, Александр Никитин. Александр Юрьевич, чем вы объясняете вот такое очень большое разнообразие элементов? Да, ну, больше всего у вас железо получилось, но все-таки ваш агент, он действовал только на воду. Ну, все-таки, может быть, вместо воды что-то попроще взять, чтобы вот эта комбинаторика, ваша правая, она попроще была. И тогда бы оно сузить круг, как говорится, возможных вариантов и объяснение более простое вышло бы, может быть. Ну, если речь идет о воде, то это эксперименты Вачаева и Иванова, это не мои эксперименты. Ну, я тоже, конечно, реагировал с водой, экспериментировал. Но я экспериментировал с растворами солей больше, там много веществ, не только вода. Вы же говорите, из молекул воды составляется вот железо там, из трех молекул воды. Ну, да, так получается. А вместо воды, ну, скажем, если водород взять, то не будет вариантов меньше? Все-таки там же у вас куча вариантов. Ну, просто из водорода сделать железо, это, знаете, это очень далеко все-таки. Все-таки не железо делать, а какое-то другое, но однозначное. Ну, водород, да, водород – это хорошее вещество. Но дело в том, что в трансмутациях участвует отнюдь не только водород, а, по сути дела, все, значит, ядра, ядра любых химических элементов, вот как расчеты показывают, экзотермические реакции возможны практически для любого стабильного химического элемента. Это было просчитано, и, значит, компьютер показал, что порядка миллиона возможностей существует вот для этих 290 стабильных элементов, чтобы там происходили трансмутации, причем в каждом из элементов. Александр Георгиевич, извиняюсь, но чем вы все-таки объясняете? Вот много элементов получается, кроме железа. Может быть, этот агент ваш спектр имеет как раз какой-то? Ну, наверное, какой-то спектр есть, но тут как раз вот речь идет о том, что много-много имеется возможностей. Вот как вы видели, значит, вот хотя бы здесь. Вот видите, видите, сколько возможностей потенциальных для преобразований. мешает только кулоновский барьер. Если включается что-то, что позволяет, значит, этим преобразованием осуществляться, хотя бы с малой интенсивностью, то, ну, прежде всего, идет, конечно, с наибольшей вероятностью образование железа. Ну, и образование других элементов тоже происходит с определенной вероятностью. Ну, значительно меньше, чем образование железа. Да, на вопрос. Пожалуйста, Алексей, сообщи. Алексей, у вас есть? Да, я включил звук. Александр Георгиевич, спасибо за оригинальный подход термодинамический. В принципе, это как же и химический, и металлургический вообще он соответствует второму закону термодинамики. Но во втором законе термодинамики направление процесса, наиболее вероятное, оно определяется уменьшением свободной энергии, а не увеличением энтропии. Хотя энтропия тоже играет роль, она входит в это уравнение. И бывают процессы, где, например, из нескольких атомов образуют соединения, где величина энтропии увеличивается, но, тем не менее, свободная энергия уменьшается, и процесс идет. Вот нельзя бы вам как бы вот это увеличение энтропии, которое, в общем, сейчас уже журналистский, популистский подход, привязать к уменьшению свободной энергии. Тем более, что, как вы правильно сказали, в первом процессе образования железа у вас больше энерговыделения, а это как раз первый член от уравнения, который... Ну, да, я с вами совершенно согласен. Это только вот такие вот намеки на подход. Я думаю, что здесь и теоретикам есть, где поработать. Тут много, тут и пригожено, значит, идеи можно привлечь, и много чего другого. Ну, я, в общем-то, не теоретик, и вот то, что я, как я понимаю, вот я так вот и изложил. Да. У вас тут все нормально, да, просто немножко... Я вот зацепился за принцип Циглера, о котором я, кстати, узнал благодаря Михаилу Петровичу Кащенко. Он в своих работах упоминает принцип Циглера. К сожалению, очень мало людей вообще знакомы с принципом Циглера, хотя это, как я понимаю, очень мощный инструмент для исследования процессов в различных макросистемах. Спасибо. Федор, давай, двигай дальше проблему. Ты почему остановил? Да, да, я микрофон забыл включить, да. У нас еще три минуты осталось. Пожалуйста, Алексей Шароносов. Валентин, Валентин Шароносов. Валентин, да, Валентин. Тут мелко написано. Спасибо, у меня практически такой вопрос, если слышите меня. Я там посмотрел табличку, меня по-прежнему очень интересует магний-26. Вот там есть магний-26 образуется. Как бы оптимизировать? Это более ценно, чем золото платима получать для медицины. Именно же только магний-26. Ну да, в том числе магний-26. Что подскажете? Как это сделать? Но смотрите, вот здесь вот, где он появляется, сравнительно небольшая энергия. Поэтому все-таки по сравнению с железом, этот магний-26 будет накапливаться с небольшой скоростью. То есть, как алхимика, чтобы сделать насыпь, чтобы получить многое. Мы тогда спокойно занимаемся научной работой. Вы хотите именно магний-26 получить, да? Да. Ну, это надо анализировать. Вообще, возможно, что не обязательно для этого алюминия использовать. Надо посмотреть, что получается, если комбинировать какие-то другие элементы. У меня просто пришли сейчас образцы из полиэкспресса. Магния, значит, почему-то он магнитный. Смотрим, значит, сейчас как раз на измерительную магнитную восприимчивость, и он магнитный. Он как раз магнитный. То есть, какая-то есть технология просто, как они случайно, видно, получили. Может, мы сами сможем это делать. Вот если магний действительно магнитен, то это потрясающе, конечно. Полторы тысячи за мельгал. Просто атом продает. Подскажите, спасибо. Ну, ладно. Ну, это, да, это нужно анализировать. Ну, честно говоря, вот образование таким способом каких-то новых элементов. Это не просто так. Потому что, чтобы нарабатывать какие-то миллиграммы, может быть, граммы вещества, требуется гигантская мощность реакторов, мегаваттная мощность реакторов. И это происходит за достаточно длительное время. Казалось бы, все просто, но на самом деле это не так просто. Ну, если вдруг получится, вы обратите внимание. Вдруг еще много пойдет. Да. Спасибо. Спасибо за вопросы, за ответы. Александр Георгиевич, за доклад. Как раз вот 30 минут подходит к концу. И переходим к следующему докладу «Бычков-Зайцев о связи между волновым уравнением и уравнением Шрёдингера в физическом вакууме». Пожалуйста, Владимир Георгиевич. Тут уберите, пожалуйста. С экрана. Презентацию. А, убираю. Так. Остановить. Вот так, да? Теперь я не вижу своего, своей презентации на ней. А ты нажал, Володь, ты нажал кнопку зелененькую? Зелененькую я нажал. А потом надо, еще раз тогда, давай вот, нажми зеленую кнопку, а потом нажми «Поделиться», там кнопка «Поделиться» на той презентации, которую ты хочешь выставить. «Поделиться» кнопка возникнет. Так, и демонстрация экрана. Так, нашел. Затем. А тут должна быть где-то «Поделиться». Да, «Поделиться». «Поделиться», увидеть кнопку «Поделиться». Только в этот момент мы увидим твою презентацию. Она что-то западает. Выбери приложение, которым поделиться, и кликни на него. Приложение – это вот как раз PowerPoint. Выберю, выделю. Кликнул на него. Не получается. Не получается. Ну, может быть, два раза надо там кликнуть на него. Сначала нужно опять нажать на красную кнопку. На красную? Да. Выйти? Выйти, что ли? Выйти, выйти. Ну, в смысле, выйти из презентации, Заш. Наверху экрана. Наверху? Сначала, Володь, сначала закрыть нужно предыдущие попытки. Вот о чем идет речь. Поэтому сначала нажми красную кнопку вверху экрана «Закрыть презентацию». И потом еще раз зеленую, и потом поделиться на какой-то там конкретной презентации. Неправильно. Он опять ошибется. Сначала нужно нажать на зеленую кнопочку, потом выбрать нужную презентацию, а только после этого нажать на «Поделиться». У меня не проявляется сейчас зеленая кнопочка. Она была, а потом пропала. Куда ее девать? Внизу. Тебе нужно курсор внизу. Нашел, 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 нашел. Извините. Новая демонстрация. Что-то появилось, а потом опять пропало. Да. Вот сейчас выбирайте ту презентацию, которую вы собираетесь демонстрировать. Выбрал. А теперь... После этого поделиться. Показать там или какое-то название там клавиши, кнопки. Сейчас она у меня... Так, теперь куда? Показать там какое-то название. Ты выбрал ее? Теперь поделиться. Поделиться там, я уж не помню. Теперь. А вот, не волнуйся, сейчас все получится. Сейчас поделиться. Поделиться. О, все, запустил демонстрацию экрана. Нет, у тебя не запущена презентация. Мы видим твой экран, но на нем мы видим себя. Ты презентацию свою запустил или нет? А, вот она возникла. Молодец. Он запустил демонстрацию всего рабочего стола. Да, всего рабочего стола. Вот сейчас мы это все видим. Молодец, Володь, получилось. Ну, ничего страшного. Потеряли три с половиной минуты. Это не критично. Да, да, но это не важно. Да. Во весь экран ее нажми там презентацию свою. Вот квадратный. Федор, не надо, он сейчас запутается в этом. Не, не запутается. Вот чтобы она, ну, у тебя весь экран на твоем столе занимала. Это вот где крестик, слева от него, в правом верхнем углу крестик. Вот слева квадратик. Вот на него нажми. Вот она во весь экран у тебя будет. О, все. Все, отключаю микрофон. Пожалуйста, Вадим Галович. Олег, меня слышно? Хорошо слышно, Володь. Пожалуйста, начинай. В связи с работами по квантовой механике, хотелось бы обратить некоторое внимание на связи между волновым уравнением и уравнением Шрёдингера. И самое главное вот что. Что когда мы читаем книжки по квантовой механике, там сразу утверждается о том, что уравнение Шрёдингера взято ниоткуда. Оно взято как теоретический эксперимент, теоретическая находка, которая только показывается. То есть эта находка подтверждается кучей экспериментов. На самом деле забывается о том, что все, что у нас имеет место в физическом пространстве и связано с эфиром. И поэтому хотелось бы, начиная от эфира, построить уравнение Шрёдингера. И этому посвящена данная работа. Мы, как это принято в гидродинамике, рассмотрим слабые возмущения флюида и получим соответственное выражение для гидродинамических возмущений и волн в так называемом акустическом приближении. При анализе будем исходить из закона сохранения в форме Воландера. Так как уравнение непрерывности имеет с источником вид вот такой, а уравнение сохранения импульса имеет вот такой вид, то мы не будем обращать внимание на источник и будем развивать все эти вещи для уравнения без источника. Ну вот, получим сейчас, как это принято, гидродинамики волнового уравнения, где у нас Ро-штрих, В-штрих и П-штрих – это возмущение к плотности, скорости и давлению в эфире. При этом, естественно, у нас выполняются вот эти выражения для плотности и возмущения плотности, скорости и возмущения скорости и давления и возмущения давления. Путем несложных преобразований уравнений непрерывности можно преобразовать в уравнение для возмущения плотности. при разложении уравнения 3 по возмущениям ведем скорость распространения волнового процесса по флюиде но это стандартно и как гидродинамики делается дтп то есть набло п штрих панабло ро штрих будет равняться у в квадрате здесь неявно вносится предположение о нерелятивизме рассмотрения поскольку физическом вакууме рассмотрение 2 заведомо нерелятивисты используя уравнение 34 представленное выше преобразуем уравнение для сохранения импульса без источника вот следующую форму это все уравнение для возмущений когда у нас мы получим два системы уравнений и из нее можно получить следующее уравнение или уравнение вот в таком виде это уравнение представляет собой обобщение волнового уравнения обычно в акустике считают вот этот член c в квадрате набло умноженное на набло в штрих и малым и отбрасывают поскольку предполагает безвихревое течение и из 2 и 8 получает уравнение для распространения продольных волн вправо дольных волн а вот этот член указывает на возможность существования поперечных волн во флюиде но как правило рассматривается вот только вот этот член и мы его также будем рассматривать то есть у нас можно сказать что основе уравнение существуют две даже не две а три возможности существования продольных поперечных и комбинированных волн теперь перейдем к продольным вот представится тогда из того что у нас есть такое условие и из уравнения для возмущений мы получаем волновое уравнение то есть мы имеем волновое уравнение для функции возмущения при этом связь этой функции с параметром возмущения теряется запишем уравнение в одномерном случае вот в одномерном случае и привести ставим его вот в такой форме это чтобы было чтобы было понятно что это у нас связано с возмущение вот мы видим что это все это похоже на уравнение шрёдингер и при этом мы видим что все это написано для возмущение для возмущение для функции возмущения физического вакуума теперь как это делается в уравнении для частных производных будем искать функцию f вот в таком виде и и это это допускается при поиске уравнений в частных производных при этом частота здесь будет связано с некоторой массой частицей скоростью и и каким-то и естественным параметром к что может сказать мы вот здесь еще имели вот мы здесь еще имели волновое уравнение для возмущения а здесь мы уже все перевели к уравнению похожему на уравнение шрёдингер то есть мы на самом деле в некоторым некоторый момент забыли что у нас было все это написано для не какой-то функции волновой функции там или все функции а это было написано для функции для возмущения то есть набегающая волна модифицируется при взаимодействии вот такими частицами у которых есть масса скорости какой-то там параметр к это представление получая позволяет исключить время из уравнения то есть получить уравнение движения возмущения не зависящая от времени после двухкратного дифференцирования этого уравнения по икс по икс и т и подстановки результатов 10 получим уравнение вот в таком виде это уже уравнение практически близко к уравнению шрёдингера после двухкратного дифференцирования по икс и т и подстановки результатов 10 получим уравнение в этом виде где к нормирующий множитель а частота она связана как мы сказали через массу скорость и к к соотношение ню квадрат к в квадрате можно представить как обычно единица на лямбда в квадрате дальше проделать связь массой со скоростью и с этим коэффициентом к и тогда мы получим окончательно связь ню квадрате на в квадрате через массу частицы и через некоторые параметры к и т где т кинетическая энергия частицы мы видите что сначала у нас было все сделано для эфирной волны а потом путем вот такого преобразования мы перешли уравнению для самой частиц что это мы сделали просто сделали так мы показываем что волновое уравнение эфирное модифицируется то есть как эфир мы эфирное течение модифицирует всю систему и дальше уже все теряется все все теряется а волнов а а волне возмущения в эфире вместо кинетической энергии частицы возможности использовать разность между полной энергией частицы и ее потенциальной энергией ну вот тогда мы можем записать уже вот такое выражение вместо лямбда в квадрате затем введением этой потенциальной энергии формуле 13 уравнение 12 получаем искомое дифференциальное уравнение волновой механики считывающие так называемое движение частицы силовом поле это надо понимать что это на самом деле уравнение не движение частицы а уравнение движение возмущения в общем случае трехмерного пространства это уравнение которое есть не что иное как уравнение шрёдингера является ну можно сказать является аналогом уравнение шрёдингера и совпадает с ним если считать что константа имеет ничем иным является ничем иным как постоянная планка которая согласовывает переход от волнового уравнения физическому физическом вакууме волновому уравнению атомной механики полную полную волновую функцию зависящую как от пространственных и временных координат в атомной физике находится уравнение 10 и в случае внохроматической волны не отвечая не отвечая на вопрос почему в виде при этом пропадает физический смысл волновой функции как возмущение физического вакуума при его взаимодействии с движущейся атомной частицей атомная частица движется под действием физического вакуума создавая волну возмущения которую регистрируют оптические приборы то есть при такой интерпретации парадокс волны частицы отсутствует выводы показано что уравнение Шрёдингера описывает эволюцию функции возмущения физического вакуума когда атомная частица движется под действием течения физического вакуума создавая волну возмущения которые регистрируют физические приборы то есть при такой интерпретации парадокс волны частицы отсутствует при этом появление волновой функции связано с описанием функции возмущения физического вакуума спасибо за внимание спасибо владимир львович вопросы пожалуйста но пока поднятых рук вот у меня не видно на экране я задам вопрос такой может быть более глобального характера вот над чем бьются многие теоретики это над тем как устроен микромир как устроен потон электрон какое там течение эфира там или другие процессы вот что ты можешь сказать по этому поводу я знаю что у тебя есть идеи не знаю может быть преждевременно их раскрывать но вот как происходит взаимодействие эфира там частицы или как устроен протон электрон ну вот в связи вот с этим докладом в связи с этим докладом можно сказать следующее что всегда когда мы строим уравнение шрёдингера мы забываем что оно имеет какую-то основу а основа имеет оно в физическом вакууме если у нас есть физический вакуум то надо понять где появилась эта функция как называемая волновая то есть функция которая используется в уравнении шрёдингера что это такое когда мы начинаем рассматривать течение эфира и вдруг мы смотрим что у нас есть волновое уравнение волновое уравнение это именно и есть уравнение для возмущения самое странное и самое сложное что когда выписывается волновое уравнение то в нем теряется параметр то есть волна течет она возмущается и теряется на ком она возмущается на на или на электроне с массой на протоне с массой она просто вот этот параметр массы пропадает если же мы рассматриваем это с точки зрения возмущения эфира мы видим что там появляется и правильно пишем не полную эту функцию как принято в уравнивании частных производных а в том виде в котором я показал то там выступает явном виде частота взаимодействия в ней сидит скорость частицы и масса частицы вот здесь на самом деле появляется то о чем забывается в квантовой механике потому что возникает что у тебя вот эта частота она модулирует как массу если у нас электрон так массу как и протон и скорость то есть на самом деле получается что дальше необходимость существования такого переходного момента типа типа постоянной планка у нас нету на самом деле в этой в этом подходе последовательного исследования куда или во что превращается волновое уравнение у нас здесь просто переход идет от волнового уравнения эфира идет к волновому уравнению атомной физики и при этом единственное что у нас здесь есть параметр как бы сказать под подстройки или настройки это является постоянная планка но на самом деле мы видим что вот при таком построении мы видим что у нас и масса связана как-то масса частиц ее скорость как-то связана с подходом с волновым подходом масса она просто появляется нам просто необходимо ее вставить в качестве параметра то есть в таком подходе мы видим что уравнение гидродинамики эфира или гидродинамики физического вакуума позволяют построить уравнение шрёдингера и объяснить почему получается например масса ну почему у нас как для каждого вида уравнение для каждого вида частиц для электрона протона у нас масса формально остается определенной а вот здесь в таком подходе мы видим что это все это определяется переходом от одного представления волнового уравнения эфира к другому представлению к волновому уравнению атомной физики спасибо пожалуйста Валерий Николаевич Терепин спасибо что Фёдор увидел моя рука обычно сверху ее не видят значит Владимир Львович вот ведь есть грубо говоря два типа уравнений шрёдингера одно не стационарное а другое стационарные по сути дела волны которые вот вы и приводите есть еще другой вид не стационарный и оно имеет параболическую форму если так вот по типу уравнений смотреть а волновое уравнение оно гиперболическое вот что можете на эту тему сказать я могу сказать следующее что в данном подходе я уже там писал что данном подходе мы рассматриваем нерелятивистские уравнения то есть у нас нерелятивистский подход а вот то о чем вы спрашиваете это материал для следующей работы окей это хороший ответ спасибо пожалуйста Геннадий Иванович Шипов микрофон у вас выключен да вот наконец включил спасибо значит у меня конечно вопрос такой я прежде всего хочу сказать что работа имеет всегда смысл вот это почему потому что до сих пор до сих пор большинство теоретиков ну такого который занимается фундаментальной физикой считает что квантовая механика не полна то есть это уже вот эти слова уже достаточно для того чтобы заниматься этим вопросом поэтому вопрос поднят по существу но а мой лично вопрос состоит в следующем в обычной интерпретации волновая функция квадрат волновой функции это есть плотность вероятности найти частицу в такой-то точке пространства в такой-то момент времени а что какую интерпретацию имеет ваша волновая функция которую вы получили в вашей теории у меня получается что у меня получается что это на самом деле некоторое возмущение некоторое возмущение вот то есть квадрат этой функции это есть плотность жидкости эфира плотность эфира вот так плотность эфира да возмущение плотности эфира да понятно все спасибо вот вот дискуссию у нас вот федор извини вот я вклиниваюсь дискуссию у нас не принято вести с утра ну в смысле в ходе докладов но здесь супер важный вопрос вот геннадий Иванович поднял ведь вот владимир львович он говорит о том что собственно все функции вот его все функции она имеет физический смысл а квантовая механика говорит что физический смысл имеет ПСИ квадрат по сути дела но ПСИ на сопряженную ПСИ ПСИ квадрат по сути дела вот это вот супер важная вещь вот если бычковскую функцию вот эту вот умножить саму на себя ну там надо сопряженную как-то поискать ну предположим просто ПСИ квадрат то получается скажем квадрат плотности вот тут какая-то игра идет я может быть сейчас друзья не затевать вот на вечер оставить так вот спасибо хорошо да 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 это надо вечером обсудить Геннадий Иванович будет вести кстати вот к этому Володь подготовься к вечеру что-то скажи на это спасибо извини Федор я вклинился да я не вижу больше поднятых рук поэтому данный доклад считаем законченным спасибо Владимир Львович за доклад и за ответы на вопросы и сами вопросы интересные ну и спокойно не торопясь Владимир Львович дал нам фору значит восемь минут там минус три то есть мы укладываемся в регламент не торопясь спокойной обстановке следующий доклад аналог Володь выключи свой доклад сними красную кнопочку наверху увидите сними свою презентацию с экрана красную кнопочку наверху экрана зум тебе нужно вот курсор чтобы нет ты просто экран двигаешь вот на экране зум который ты сейчас стал двигать курсор спокойно подведи кверху вот все молодец выключил получил значит следующий доклад аналогия между свойствами сверхтекучего спинового тоха и свойствами странного излучения сопровождающего холодную трансмутацию ядер Людмила Борисовна Болдырева пожалуйста видно да видно слышно меня видно и слышно спасибо так сначала я хочу сказать что в основном я буду говорить о вещах которые известны физикам тут практически ничего моего особенным нет но я просто синтезировала то что уже известно физики и начиная с исторической справки в шестьдесят третьем году максвелл вел бездиссипативный процесс переноса момента количества движения для описания фарадельских экспериментов и вывода своих уравнений он это был перенос момента количества движения в семь шестом году американец обнаружил процесс переноса момента количество движений между спинами квантовых объектов и назвал этот процесс процессом распространения спинной поляризации восемьдесят восьмом году наше в нашем институте в нашей стране в институте физических проблем а под руководством боровика романова было было проведено исследование исследование которое показало что по крайней мере выравнивание параметра порядка в сверхтекучем геле 3b производится с помощью тока которую они назвали сверхтекучий спиновый ток но по сути дела они продолжили те эксперименты которые начали уже в ауле в 2008 году сотрудники этого института сотрудники этого института награждены призом Фрица Лондона за изучение сверхтекучего спинного тока сверхтекучем геле 3b какие основные свойства сверхтекучего спинного тока не электрическая и не магнитная природа дальше я хочу показать и проиллюстрировать формулу которая была выведена этой группой для определения сверхтекучего спинного тока вот здесь у меня есть этот ток значит как проходит этот ток здесь по сути дела разница потенциалов только потенциалами служат характеристики прицессии квантовых объектов вот бета это у нас угол отклонения здесь они называют углом отклонения они как приняты угол мутации это угол трецессии альфа вот разница этих углов она определяет спиновый ток действие этого спинного тока направлено на выравнивание вот этих вот характеристик еще раз и потому этот спинный ток как раз и был открыт именно квантовых жидкостях где вся жидкость описывать единой волновой функции что значит единой волновой функции то есть все квантовые объекты имеют одинаковую энергию чем определяется энергия квантов объект ну в том числе и с частотами их прицессии их спины и вот волновой спиновый ток ток выравнивает все характеристики это следующее характеристика отсюда же она вытекает бездиссипативность спинного тока поскольку он выравнивает параметр порядка волновой функции значит все энергетические характеристики здесь постоянные во всем объеме среды поэтому этот ток считается бездиссипативным уникальное явление это бездиссипативный по крайней мере теоретический ток и когда выявил Максвелл предложил существование этого тока он тоже считал что для описания фарадеевских законов и его свой света он тоже должен быть бездиссипативным вот я просто обозначил эту энергию вот так и эта энергия равна нулю что значит бездиссипативность с учетом связи энергии с массой это означает что и кинетическая масса я подчеркиваю кинетическая масса связана с этим током равна нулю что значит кинетическая масса равна нулю это значит это процесс безинерционный и скорость этого процесса превышать может скорость света это никак не противоречит постулату специальной теории относительности, которая ограничивает скорость распространения процесса только в инерциальных системах. Согласно многочисленным экспериментам и теоретическим к ним выводам, по квантовой нелокальности этот ток сверхтекучий идеально передосит все явления, связанные с квантовой нелокальностью. И для так называемых спутанных систем квантовых объектов он объясняет все наблюдаемые явления. По квантовой нелокальности эксперименты проводились с определением скорости, которая должна иметь квантовая нелокальность, она 10 четвертой степени секунды. Расстояние, на которое проходит вот этот, осуществляется квантовая нелокальность, последних экспериментов показали, что она превышает 10 километров. Значит, можно предположить, что если этот ток действительно описывает, а он, правда, описывает все абсолютные явления по квантовой нелокальности, то его скорость порядка там 10 четвертой секунды. 10 четвертой степени, я подчеркиваю, 10 четвертой степени. И, наконец, изумительное, совершенно иное свойство вот этого тока, который для нас будет очень важен, он запускает генерацию энергии в спиновой системе физического вакуума. Сейчас это еще пошло от Макселла. И сейчас покажу, как это связано с экспериментами, которые проводятся в настоящие последние, по крайней мере, 10-20 лет. И если мы будем рассматривать сверхтекучий стены ток, который проходит между двумя квантовыми объектами, то получается, что этот ток выравнивает, то есть изменяет характеристики прецессии, причем изменяя угол прецессии, он, в общем-то, подстраивает и частоты в процессе этих квантовых объектов. Но мы знаем из теории гироскопа, что у нас энергия гироскопа зависит, по крайней мере, от угла отклонения и от частоты точно, но от угла отклонения. А в то же время сверхтекучий стены ток является бездиссипативным процессом. Это значит, что у нас происходит какая-то генерация энергии, которая возбуждается существованием или является причиной является существованием такого бездиссипативного процесса. И теперь я хочу показать эксперименты, которые имеются сейчас и уже поставлены, можно считать, что всегда, когда есть сверхтекучий спиновый ток, но эксперимент поставлено тогда, когда этот сверхтекучий спиновый ток постоянно, долго идет. То есть не так, чтобы он выровнял и закончил, а когда есть такая система, где невозможно выровнять вот эти характеристики спиновых, процессирующих спинок, углу процессии или частоты, что-то такое. Значит, если создать систему, чтобы в ней нельзя было выровнять вот эти характеристики, но никогда будем ждать, то эта система будет постоянно генерировать энергию, которая берется, будем считать, из спиновой системы физического вакуума. Самый примитивный эксперимент, который поставлен, это эксперимент, где у вас имеется какая-то каверна в веществе, когда имеется кривизна в веществе. И эта кривизна в веществе, она приводит к тому, что вследствие спиноорбитального взаимодействия не может быть, чтобы все частоты, все спины, вот я написала здесь квантры объекты, все спины были направлены в туалетную прямую, вот как здесь у нас, например. Нельзя. И значит, в этой системе всегда будет существовать, энергия будет генерироваться. Поэтому во всех полостных структурах, а также я написала здесь нелинейных магнитных полях, но это следует из выклада, который сделал Максвелл, что у вас магнитные поля, и если нужно, я потом могу долго на это говорить, они тоже генерят сверхтекучий спинный ток. При неравномерном нагревании вещества обязательно, потому что частоты, прецессии и свойства объектов связаны с их скоростями. Поэтому если есть неравномерная скорость, обязательно будет сверхтекучий спиновый ток. Всегда будет происходить возбуждение какой-то энергии. И вот я хочу привести здесь эксперименты, поставленные, уже поставленные. Парк в 1977-1987 году около пирамид была открыта область со свойствами микронирования различных полей. И эта область названа имбабл. Вот ссылки на его работы. Я здесь написала, не исключено, что энергия холодной трансмутации ядер, вы здесь можете меня критиковать, тоже я бы настаивала на это, связанное с действием сверхтекучего спинного тока. Очень интересно, что у нас используются металлы и водород. А чем интересны металлы и водород? Водород имеет только один электрон, и металлы имеют свободные электроны с неспаренными, значит, спинами. И тогда между ними возможен сверхтекучий спиновый ток. Очень мне понравилось, на меня произвело впечатление, то, что Климов 3 октября рассказал о том же, об американских работах. Я даже себе сюда вот написала, хотя все это, конечно, вы слышали. О связи энергии электронов с кавернами, которые возле них, о том, что как важна каверна внутри наночастиц. Относительно наночастиц, я из этого явления, вообще очень важна форма, с которой действует. А это то, что делает внутри наночастиц каверны, увеличивает ее энергетические способности. Потом выступал 3-го числа Пенчелюга. Он тоже сказал, что форма анонов очень важна для того, как идут холодные ядерные синтезы. Значит, я, забегая вперед, считаю, это мое мини из того, что я уже лет 10 занимаюсь этим вопросом, что у нас сверхтекучий спиновый ток неправильно говорит, что он сопровождает холодный термояд. Я бы сказала, что термояд сопровождает действие холодного, сверхтекучий спинового тока. Сначала возникает он из-за неравномерного нагрева. Еще раз, кавитация камеры, где происходит термояд, важна. Какая форма у нее. Что сначала он создает энергию, а потом уже создается какой-то холодный термояд. Но на эту тему, конечно, можно спорить. Очень интересные эксперименты, которые вы все очень знаете. Один из них тут, но он, правда, уехал, является автором. Эксперименты с нестационарными магнитными полями. Сёр проводил 40-50, когда у него поднималась его установка. И все, наверное, вы знаете, рощины и голен эксперименты с вращающимися магнитами. Когда потеря веса магнита была до 130 килограмм. Во всех магнитных полях и те теоретические выкладки, которые я потом делала на основании уже известных свойств магнитных полей. И это идет от Максвелла, не от меня. Он считал, что в этих полях существуют вот эти вот, как он назвал, просто процессы переноса энгломоментом. Он это назвал. Теперь, вот это я специально выделила для Зателепина, когда мне очень понравилось, как он рассказывал, что у него фотон взаимодействовал там с квадратными объектами. Я хочу сказать, что фотон из тех последних экспериментов, которые проведены в 2000 году американцами, пока они показали, что фотон имеет поперечный спин. Вот я здесь специально нарисовала. Фотон имеет поперечный спин. И когда фотон является циркулярно поляризованным, в чистом состоянии, он циркулярно поляризованный, значит, спин совершает притесенные колебания. И этот спин фотона взаимодействует с квантовыми объектами и без неэлектрической, и не магнитной взаимодействия. У меня здесь нет времени совсем. Я бы показала, что здесь есть и силовое взаимодействие. Но я могу только сослаться на то, что открыта оптическая сила японцами, очень интересная работа, которая показала взаимодействие двух, например, фотонных пучков или двух пучков света. Силовое взаимодействие они доказали. Это где-то, я не помню, 2020, что ли, год. Сравнительно недавно. Но это есть у меня все эти ссылки. И, пожалуйста, у вас полностью есть взаимодействие оптическое с квадновыми объектами. Теперь я хочу провести сравнение экспериментальных данных по странному изучению, то, что, собственно, доклад, со свойствами свертикучего спинного тока. Ну, у вас, во-первых, у вас является странное излучение сопровождение, не электрическое и не магнитное. Значит, ну, тут все понятно, спиновый ток. Дальше. Очень интересно. Это излучение, оно намагничивает вещество. И, конечно, это тоже будет намагничивать. Если у вас свертикучий спиновый ток, выравнивать все углы прецессий, тоты спинов квантовых объектов, то, естественно, происходит их спиновая поляризация. Поэтому любое черед вещество, а это уже тысячи таких, ну, это и проводили еще и Боровик Романов, когда они получали намагничение. Конечно, любое вещество будет намагничено. И гели-3Б был также намагничен. Теперь странное излучение не проходит сквозь намагниченное вещество. Конечно, оно и не пройдет, потому что я подниму, чтобы здесь было видно. Оно не пройдет сквозь намагниченное вещество, потому что посмотрите, какое уравнение вы, Боровик Романов, с компанией сделали. Сейчас я вот еще. Пожалуйста, уравнение. Только когда есть производные, когда у вас есть градиенты, будем так говорить, углов прецессии, углов нутации. На магничном веществе у вас нет этих градиентов, у вас все одинаково, все спина направлена в одну и ту же сторону, поэтому и там спинновый ток не возникнет. И если вы будете кронировать ваше странное излучение намагниченными какими-то веществами, то оно не будет проходить, потому что у вас по определению он проходит только тогда, когда есть градиенты углу порядка. Он передает угловые моменты, а если нет разницы в угловых моментах, то итога тоже нет. Следующее свойство это треки. Вот это очень интересное свойство. Ну и тут я совсем согласна. Мне очень понравилось поступление Колтовский, да, Николай? Колтовой, да? Правильно. Колтовой Николай. Мы дважды пересекаемся. Во-первых, в том, что у него переносит его излучение в момент количества движения. Во-вторых, сейчас немножко еще хочу ставим сидеть. Во-вторых, он сказал, что по сути дела он поставил эксперимент еще один о том, что это излучение действительно передает квантовой нелокальной относится. Смотрите, он разделял это излучение на не дистанционно, а тем не менее у вас эффект получался. Это я уже сказала, что у вас квантовая нелокальность работает на расстоянии до 10 километров точно, а последние эксперименты, проведенные китайцами, показали, что она работает, их фотон был между спутником и Землей. Поэтому, особенно если частота одинаковая, если частота одинаковая, это вообще резонанс. Поэтому я очень с большим удовольствием выслушала его выделение. Теперь относительно вот этих треков, микрократеров. Они здесь у меня дважды пересекаются с результатами тех экспериментов, которые я слушала на семинарах. Первое. Во-первых, они вихревого происхождения, и, конечно, у меня сверхтекучий ток передает момент количества движения, угловые моменты, он будет иметь вихревой характер. Второе. Свертьтекучий спинный ток возникает между прецессирующими спинами, поэтому эти микрократеры будут носить не только вихревой, но у них еще будет спиралеобразность, и это тоже обнаружено. И следующее. Странное излучение может вызывать появление треков. Вот это мне очень нравится, и Владимир Львович будет доволен моим объяснением, потому что я впервые вот этот эффект, а он известен в квантовой, он известен в классической механике, услышала на семинаре, когда присутствовал на его семинаре. Если у вас какой-нибудь процесс вызывает сжатие среды, и скорость этого процесса больше, скорость распространения этого сжатия, у вас всегда будут возникать концентрические формы с измененными свойствами этой среды. Это как у него был на семинаре, товарищ показывал, директор института, показывал, как у вас, у него из реактивного сопла была струя, и которая имела скорость больше, чем скорость звука, и точно вот такие же близнецы, вот такие близнецы, но не так как вот эти пралины, у него были продемонтированы. И это описывает классическая механика. и поэтому здесь треки еще раз подчеркиваю, что сверхтекучий спинный ток имеет очень высокую скорость распространения. И вот я уже говорила, что наш Брайк Романов, когда исследовал, и начнем с Максвелла, они считали, Максвелл вообще считал, что бесконечно. А Брайк Романов, да, она по крайней мере у него определяла волновую свойство сверхтекучей среды, которая была квантовой средой и имела одинаковые все энергетические свойства. Теперь очень интересное дальше, после действия странного излучения, а после окончания ядерной реакции. Конечно же, всегда будет отставание, потому что он возникает, токи возникают между притесирующими спинами и обладает поэтому гироскопическую устойчивостью, потому что там притесия, притесия, и поэтому за счет притесии будут восходные стояния с временной задержкой. Потом очень хорошие у Пархомова и Живлова были описания экспериментов, где странное излучение регистрировалось на протяжении нескольких лет после начала ядерных реакций. И даже фоновое излучение где-то было. И это правильно, потому что если у вас вот я повторила этот рисунок здесь, если у вас реактор имеет форму, он всегда имеет какую-то форму полостной структуры, то есть имеет кривизну, то там всегда будет возникать, существовать постоянно, хотя бы остаточной, за счет только кривизны будет сверхтекучий спиновый ток, и этот сверхтекучий спиновый ток может там вечно существовать и может там генерить энергию. И я хотела в этом плане еще вспомнить одну работу очень хорошую Пархомов, я ее читала, мне там понравился у него такой вывод, прям в абстракте даже был, что вот его все наблюдения, Александр Георгиевич, если я что-нибудь напомню, то вы меня поотправите, его все наблюдения говорит о том, что на самом деле и природа Лерн, он там называл, и природа странного излучения одна и та же. Да, я уже сказала, что я могу потом показать, но это большая история, когда в результате действий спинного тока возникает электродепольное взаимодействие между частицами, имеющие одинаковый электрический знак, и поэтому сила действовать будет между ядрами, хотя они одинаково положительно заряжены, потому что еще раз повторяю, здесь может быть электрическое депольное депольное взаимодействие, и когда спины в одну сторону, они как раз действуют на притяжении. Следующий, вот вчера мне очень понравился, вертикучий спинный ток действует на биологические системы, там вот в частности я пару нас смотрела костный мозг, вчера был очень интересный диспут на эту тему. Что я хочу сказать интересного по поводу вчерашних диспутов, я не стала говорить, поскольку еще не был моего доклада, на биологические системы. Значит, Валерий Николаевич сказал, что тут есть так, что вроде должно быть, что показывают эксперименты, что вот это странное излучение где-то смягчает или нейтрализует, например, негативные действия ядерных облучений. И это хочу сказать очень интересно, что именно это было открыто в Академии наук нашими учеными еще в 80-е годы, когда было много денег по поводу спутниковых всяких экспериментов, они обнаружили, что, например, векторный магнитный потенциал, я думаю, векторный магнитный потенциал действует в отсутствии магнитного поля. он действует на биологические системы таким образом, что, когда он подействовал, после него уже смертельная доза радиации не убивала мышей. Еще раз, точно так же, как обнаружили здесь, что у вас люди, которые ставили вот эти эксперименты на мышах, когда влияли на костный мозг, они то же самое показали, что после действия вот этих разрядов после действия страны возлучения, по-моему, насколько я помню, 600 рад, что ли, там было облучение, 600 рад было облучение, оно не приносило больших разрушений вот в этом костномозге. А векторный магнитный потенциал влияет на волновые свойства объектов, но это уже экспериментальный факт, именно показывает сейчас сверхтекучим спиновым током. Но это не так доказано, но большие предположения, что там все же самые свойства и что сверхтекучий спинный ток и там влияет. Кроме того, исследование сверхмалых доз, биологически активных веществ, биологические системы, не буду скрывать, в частности гомеопатия, показало, что все особенности гомеопатических и малых доз определяются в свойстве сверхтекучего спинного тока. Так что он действует очень на биологической системе. Поэтому, конечно, правильно вчера обсуждали, что человеку надо об этом думать. Очень сильное влияние оказывает именно сверхмалые дозы. Я хочу обратить внимание, если вы будете действовать, например, большими дозами, то там возникает такое явление, когда если много очень элементов, много квантных объектов, между ними сверхтекучей спинного токи, то у вас всегда есть равновероятные отклонения плюс, минус, плюс, минус. И в результате сверхтекучий спинного токника большое воздействие не производит. А он именно действует, когда сверхмалые дозы. Поэтому вчерашнее обсуждение, что вот эти все процессы, которые действовали на человека, когда там люди сидят, их облучают, они именно принципиальны, когда у вас идут сверхмалые дозы. Теперь согласно некоторым исследованиям, но я уже это говорила, скоро странное возлучение составляет 10 третьей степени С. Это я на семинаре Зателепина полгода назад услышала вот эти вещи. Ну и тут оно согласуется со свойством сверхтекучего спинного тока. Также на том семинаре я слушала, что у нас, что здесь есть некоторые аномалии в направлении энергии. Энергия это понятно, что вот я вам показывала, когда фотон электрический компонент направлен в одну сторону, сейчас покажу, а спин направлен в совсем другую сторону. Это показывает, это эксперимент доказывает. Вот я написала. И действительно, если электроэнергия связанная с фотоном может быть активизирована сверхтекучим спиновым током, то сначала действует С, а потом уже Е. Поэтому эти направления могут разниться. я не говорила по поводу действий, ничего не говорила о литературе, но я ее все привела. И я тут и Рудской, и Пархомов, и Жигалов, и Шишкин. Я очень много народу заменяет, замечательные все. Я даже не знала, кого выделить на каждом эксперименте, потому что очень интересная работа. В конце я привела просто свое собственное. Во-первых, у меня есть последняя работа в 21-м году, так и называется «Спиновый ток», как «Странное разлучение». Она в журнале International Journal of Physics напечатана. Второе, у меня вышла в прошлом году и в этом году книжка на русском и на английском и на русском. На английском это кембриджское издание Scholar Павлишенко выписала, а на русском вышло всего два месяца, три месяца назад. И она продается сейчас, например, в нашем журнале «Глубы». И я там рассматриваю том числе и эти явления, но и больше. Спасибо за внимание. В конце есть вот моя электронная почта, есть аккаунт панель. Спасибо за внимание. У меня все. Спасибо, Людмила Борисовна, за интереснейший доклад. Я для себя мыслей много почерпнул, которые тоже занимался странным излучением и его трактовкой. Я вот вижу четыре поднятых руки, но у нас время немножко поджимает. Короткие вопросы, короткий ответ. Вот у меня есть два вопроса таких важных. Один уточняющий. Что является носителем спинового тока по вашей теории, по вашему мнению? Это замечательный вопрос, на который я могу ответить только на уровне то, что думала об этом Максов. Потому что Боровик Романов и Дмитрий и Фомин, я знакома, и я ходила на их семинары и с их работами. Они не знают, что является носителем. Я могу только проинтерпретировать то, что сказал Максов. Почему ему можно верить? Потому что он ему понадобился, обязательно иначе он не мог описать эксперимента Фарадея по магнетизму. И он считает, вот, пожалуйста, для его полностью модель, он считает, что кроме вот этого физического вакуума, который он считает магнитный, тот, где там как раз вихри есть и все, и там это то проходит. Но колебания, что колебает? как переносится ток? Он считал, что есть какая-то вторая фаза материи, она не описывается уравнением Ньютона. Вот первая, где магнитная среда, она описывается уравнением Ньютона, но это и Седов. Седов замечательно доказал на магнетизме, это можно бесконечно говорить об этом. А вот вторая фаза, он ее пел, она безинерционной фаза. И с точки зрения Ньютоновской механики, она бездиссипативна. На самом деле, конечно же, а вот когда мы видим КПД больше единицы, какой-нибудь процесс, как в экспериментах Година-Рощина, как вот здесь в Лен, и еще там проводятся эксперименты, как только видим КПД больше единиц, это это значит, с точки зрения него, вот сработала та вторая фаза, а я говорю о ней как о спиновой системе физического вакуума. Он считал, что в этой второй фазе я ответила. Да, спасибо, я примерно понял, но вот тут хотел обратить ваше внимание, что если эфир ввести значит, как некоторую среду, то много что можно объяснить вот именно в той же концепции Максов. Сейчас, пожалуйста, я вас прерву на секундочку. Я просто, чтобы была более корректная моя работа, я поняла вас. Значит, на секунду. Дело в том, что я в одном месте написала, что то, что скорость больше скорости света не противоречит теорию относительности, потому что теорию относительности для инерциальной системы. Но я вообще хочу сказать, что существование физического вакуума не противоречит теорию относительности, хотя бы потому, что уже лет пять назад я, надо сказать, честно говоря, везде вообще много цитируется. Я выпустила работу, которая называется так. Значит, модель модель виртуальных частиц как альтернатива теории относительности. И я показала там, что все до единого уравнения в теории относительности, в том числе и уравнения преобразования, например, фотона при переходе от одной системы в другую, можно получить, используя фейманерскую, не мою, фейманерскую модель виртуальных частиц без всякой теории относительности. Понятно. Иван Барьевич, спасибо, но все-таки у нас тема здесь... Да, конечно, я просто... Я жду для корректности того, что... Вот этого спинного тока. Вот мы с Владимиром Львовичем делали оценку, у нас тоже вихри, получилась энергия такая же, ну, по порядку величины, как в шаровой молнии. Абсолютно точно. Она описывает в шаровой молнии тоже, да. Замечательно. Пожалуйста, кто первый... Уже две руки, значит, осталось только поднятых. Андрей, не могу разглядеть. Чистолинов. Да, Чистолинов, пожалуйста. Да, Людмила Борисовна, я все-таки не услышал ответа на вопрос Федора Зайцева о том, что это за среда. И, насколько я понимаю, продолжение вопроса, насколько я понимаю, вы проводите аналогию со сверхтекучим гелием-3. Вот. Но раз так, то должны быть другие какие-то свойства этой сверхтекучей среды, другие проявления, известные там квантовые вихри, там распространяются и так далее, и тому подобное. А об этом вы ничего не говорите. Сейчас. Почему? Я два, во-первых, Я не провожу прямо аналогию физического вакуума со сверхтекучей. Я сказала, что в этой среде был открыт этот спиновый ток. Больше ничего не имела в виду. Но, конечно, аналогии существуют, и, конечно, в этом вакууме есть и вихри. И это не только, утверждая, вот у Бычкова за это, по-моему, есть очень хорошая работа, где они показывают, что вихревая природа вот этого физического вакуума тоже присутствует. Об этом говорил Мактилл, и об этом свидетельствует и магнетизм наш. Поэтому здесь ничего такого нет. Да, я согласна. А какова природа сверхтекучей, что движется, грубо говоря, сверхтекучей спинток, я не знаю. Это на другом уровне. Как сказал Мактилл, это другая фаза материи. Не литоновская. Да, но если другие, если это сверхтекучая какая-то среда, у нее есть и другие свойства, кроме переноса спина ваш сверхтекучий, понимаете, как бы другие-то свойства тоже есть. Я могу сказать. Давайте дискуссии на вечер оставим. Она не сверхтекучая. Она похожа на сверхтекучую, потому что там я согласен. Но она не значит, что это сверхтекучая. Нет, я этого не сказала, что у меня вакуум, я считаю, что только сверхтекучая среда. Я сказала, что он там обнаружен был и исследован Боровиком Романом. Спасибо. то есть вы хотите отопать практически... Ваш вопрос. Спасибо. Большое спасибо за очень интересный доклад. Спасибо за обзор по моем докладе. Короткий вопрос. Можно ли из ваших исследований сделать какой-то вывод по поводу создания устройств для генерации сильного сверхтекучего тока спинного тока? Можно. В чем они стоят? Я скажу. Я, наверное, частично повторю пары, которые, к сожалению, умер, высказав только несколько своих идей. Я уже говорила о его бабле, эксперимент вокруг. Можно. Значит, нужно сделать установку, которая имеет такую, на первых, форму кавитации, в которой могут генерировать. И кроме того, к ней добавить, например, вращающиеся магнитные поля, которые уже проделал Рощинс-Година. Вот такого типа. И она будет иметь... У Рощина-Година была установка 350 килограмм, эти были магнитные поля, а потери веса была 130 килограмм. Вот какие. А у Станберга была так... Обстановка такая, что она взлетала вверх. И то же самое было у пара. Можно. И это очень хороший вопрос. Спасибо. Я должна была о нем говорить. Это нужно сочетать две вещи. Во-первых, чтобы была каверна, чтобы была особая форма вот этого котла, где бы все происходило. и во-вторых, чтобы там были еще вращающиеся магнитные поля. Каверна, это сотовые структуры вы имеете в виду? Нет, это типа полостная структура, но любой... Пирамида. Вот, пожалуйста, вам каверна. Спасибо. Это называется полостная структура. Вот так. Спасибо. Пожалуйста, Валентин Широносов. У вас микрофон выключат. Да, извиняюсь, включил. Вопрос простой. То есть, в принципе, любопытный вопрос. Вот если рассмотреть просто классическую модель двух магнитных диполей, то вообще вы как-то в курсе, что до сих пор она не решена. То есть, там возникает нелинейное уравнение, там довольно сложно возникает динамика этих двух диполей. Не важно, какие там магнитные, электрические и так далее. Что-то в этом направлении вы знаете, делали? Вы знаете, что... Ну, мне для описания тех экспериментов, которые я сталкивалась, было достаточно вот того иконата математики, которая была сделана у нас в институте проблем и максимум. Потому что мне не нужны были магнитные диполи. Я же не работаю с магнитным диполем. Я работаю со спинами. И мне нужно только были спин-спинной взаимодействия. Больше того, вам скажут. Я не вышла здесь. Я хотела сегодня здесь подать, но решил, что это слишком много будет. На самом деле есть такое явление, которое открыто в 50-х годах еще во Франции, по-моему, а потом у нас по оказаниям повторено, как псевдомагнетизм. И в этом псевдомагнетизме энергии, они делают только спиновые, она только на спинах, взаимодействие спинов. Независимо... Причем там так, одноименные заряды притягиваются, а разноименные можно сделать отталкиваться, если спина в одном направлении. Эти эксперименты все поставлены, и она дает энергию на два порядка сходу прямо, превышающую энергию магнитного взаимодействия между ними. Вот ответ на ваш вопрос. Обращаю вопрос. Извините. Спиновые на два порядка больше, чем магнитные. Обращаю вопрос. Я у Гитлера докладывал, они приглашали меня тогда, если рассмотреть просто даже два электронного части их спинов, оказывается, на очень маленьких расстояниях дипольный-дипольный взаимодействие становится больше кулоновское. И известно, что магниты либо притягивались, либо отталкивались. Когда если рассмотреть нелиненную модель, возникает устойчивая пара из двух диполей. И неважно, это магнитные, нейтроны и так далее. Вы так не рассматривали. Нет, рассматривала. У меня даже работа одна есть, где я говорила, что связи, коварентные или какая-нибудь другая, пси-сигма-связь, они как раз этим самым и объясняются. И даже можно посчитать, на каком расстоянии должна быть, допустим, пара коперовская в сверхпроводниках или там в сверхтекучах. Да, это я делала, и расстояние там маленькое, там получается пересечение. Я эти работы делала, и в моей книжке последней эта работа есть, эта доклад, статья есть. Она не статья, как голова. То есть классически можно объяснить, получается, без квадрой механики вот это и угодит. Дело вывод. Можно только выкинете тот, что он наблюдал колтовой, когда он разнес на несколько, на большие расстояния, а у вас все равно происходило выравнивание частот прицессии. То есть вот этот аспект, один из самых интересных в спинном токе, вы выбрасываете, если стоите на этот. Если на малых расстояниях, да, вы абсолютно правы. Можно все выкинуть в квантовую механику, а работать, но только тогда не с тем, что вы сказали с магнитными, а немножечко я двину. И как раз это был бы ответ на то, что сегодня Бычков рассказывал. Он хорошо очень рассказывал, но можно все эти возмущения заменить одним, что сделал уже Фейман. Он считал, что каждый квантовый объект в физическом вакууме создает виртуальную пару или виртуальный фотон. И он тоже имеет спины и все прочее. И все волновые свойства можно объяснить виртуальным фотоном. Частота прицессии у них спина равна частоте волновой функции и то, и то другое. Но это правильный подход. Бычкова тоже с Зайцем. Тоже правильно, потому что они как бы минуя Феймана просто промоделировали как возмущение в физическом вакууме. Спасибо. Дайте ссылку на вашу работу в каком году. Спасибо. Значит, ссылка я вам дам. Вот сейчас, пока горит на экране... Давайте это по электронной почте. Два месяца назад добавил... Да, спасибо. Она продается везде. Спасибо, Людмила Борисовна, за такой содержательный, глубокий доклад и блестяще просто изложенный. Я, значит, подчеркнул много мыслей. Я думаю, коллеги тоже, так сказать, новые сведения получили. Переходим к заключительному докладу вот на этой секции. Теория холодной трансмутации ядер, проблемы и решения. Докладчик Виталий Алексеевич Тут по-латински написано. Киркинский, Киркинский. Да, Киркинский. А, и по-русски тоже. Да, Киркинский. Пожалуйста. Пару минут нужна помощь, чтобы установить. Кто-то меня должен проинструктировать. Ну, Виталий Алексеевич, давайте спокойно. Во-первых, вот у вас все получается. Получается. Так. А как я свой... Но вы же презентацию свою не запустили. Вы нам свой экран показываете. А вот как это сделать, запустить свою презентацию? Ну, у вас... Запустите свой, на файл два раза кликните, который вы хотите показывать, и сейчас он появится у нас. Так, я не вижу свое. Свою экран я не вижу. Виталий Алексеевич, сейчас выключите экран, пожалуйста. Для этого красную кнопку наверху экрана нажмите. Так. Так, молодец. Теперь вы с презентацией не работали когда-нибудь? Ну, один раз я показывал. Нет, не показывали, а просто вы сами делали презентацию. Как вы вызываете ее к себе на компьютер? Вот это сейчас сделайте. Нет, я нормально, но я не вижу свой выхода на него. Ну как, у вас внизу должен быть ваш экран, у вас вашего, вашего системы, например, в какой вы там системе работаете. Внизу должен быть панель, на которой различные кнопки, в том числе и PowerPoint. Вы запускали? Нет, у меня кнопки PowerPoint, нет. Я просто вот среди своих файлов там есть ряд... Виталий Алексеевич, но надо было потренироваться заранее. Я просил вас вчера. Мы с вами много раз это обсуждали. Ну, я просил вас... У меня, к сожалению, нет возможности сказать... Валерий Николаевич, давайте я попробую проинструктировать. Ну, попробую. Да. Сейчас вы находитесь, я так понимаю, в Zoom, да? Да. Вот. Теперь, если вы нажмете кнопку Escape, то у вас Zoom превратится в маленькое там окошко какое-то. А где эта кнопка Escape? А Escape на клавиатуре, посмотрите, слева. Хорошо. Можно еще нажать кнопку Z в правом верхнем. Пока Escape. Это слева на клавиатуре, она в самом левом верху там. Нажал. Да, появилось... Стало маленьким окошко Zoom? Нет, не стало. Так, попробуйте тогда в правом верхнем углу кнопка Z. Правый верхний угол. Кнопка Z. Нажимаешь правом? Виталий Алексеевич, я вам пять раз рассказывал. Хорошо. На экране Zoom. Отменим, мой дорогой. Ну, пожалуйста. Нет, нет, давайте попробуем. У нас время есть все-таки. Федор, 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 подожди. Давай, я уже общался один раз. Может быть, у меня получится. Виталий Алексеевич, у вас на экране Zoom в правом верхнем углу есть три позиции. Горизонтальная черточка, квадратик и буква Х. Видите эти три знака? В правом верхнем углу. Вот сейчас вы правильно смотрите. Видите их или нет? В правом верхнем углу. Вам нужно нажать на квадратик. Нажал. О, извините, не на квадратик, а на черточку, на черточку, извините. На черточку нажмите. Нажал. У вас экран Zoom должен свернуться в маленькую и вниз уйти в вашего экрана компьютерного. Произошло. Он свернулся. Теперь запустите свой PowerPoint. Свою презентацию запустите. Кому-то вы хотите там чего-то написать. Просто запустите ее. Умеете это делать? Если вы захотите изменить что-то в своей презентации, что вы будете делать? Как вы это будете? Просто отключу Zoom, и тогда все нормально. Не надо отключать Zoom. Может быть, друзья, давайте, наверное, Федор, давайте, наверное, так сделаем. Мы сейчас просто время теряем. Я с Виталием Алексеевичем потренируемся отдельно. А давайте сейчас поменяем. Сейчас пусть Баранов выступит, а Виталий Алексеевич в следующий раз. Мы попробуем его пустить в неоченье в какое-то другое время. Спасибо большое. Я проконсультируюсь. Дим, давай ты. Хорошо, да. Я бы так порекомендовал, Виталий Алексеевич, если у вас есть телефон, смартфон, чтобы вы Валерию Николаевичу показали. Мы так и делали, Федор. Я его раза три тренировал, он все забыл. Дим, давай, пожалуйста, свой доклад. Да, пожалуйста. Дима Баранов, давай, свой доклад вывешивай. Есть. Видно? Да, все видно. Ну, сейчас я только запущу. Вот этот самый. Пока славит. Виталий Алексеевич, пока микрофон выключите свой, там, ну, вы знаете, как нажать на микрофон. Я сейчас сам выключу. Я сейчас сам ему выключу. А, все, выключено. Странное что-то. Дим, не надо тренироваться. В компьютерном деле, давай рассказывай. Здесь называется слайд-шоу. Так. Доклад посвящен наблюдению показаний термопар ночью в нашей лаборатории. Инлис. Предыстория такая. В 17-м году мы стали делать колориметр для того, чтобы опыт ИХИАС можно было конкретно очень исследовать. И для того, чтобы этот колориметр корректно работал, мы решили посмотреть, как на него влияет температура суточная, которая в комнате в течение длительного времени. Для этого мы с помощью стандартного прибора АСК-2006, который вставлялся 4 термопары, стали мерить температуру. Показания записывались на карту памяти. Интервал обычно был 10 секунд, с которым записывались эти показания. Но были и более частые. Можно было бы измерять раз в секунду. Мы тоже это делали. Результат обрабатывались в течение измерения долгого. Ну и потом запускали снова. Как показали измерения, влияние на работу колориметра внешней температуры незначительное и можно пренебречь. Но мы заметили неожиданную вещь. Мы заметили, что в интервале от часа ночи до 5 часов утра с температурой происходит что-то необычное. Происходит падение температуры. Вот на этом слайде показан пример таких падений. Здесь по оси отложено время. Здесь астрономическое время. Здесь умещается больше трех суток измерений. Вот видно здесь 24 часа. Это ноль часов следующего дня. Здесь показаны воскресенье, понедельник и вторник. Вот в час ночи каждого этого дня температура вдруг резко падала. в цельсиях это сравнительно небольшое. Это полтора градуса. Но если мы посмотрим, какие изменения происходят в промежутке, они существенно меньше. То есть это очень значимые измерения. и эти эффекты происходят довольно длительное время. Причем есть интересные особенности. Оказалось, что во вторник показания вот этого провала значительно больше, раза в полтора. Ну вот здесь видно. И длительность вот этого провала во вторник тоже больше, чем в обычные дни. Еще что мы заметили, что во время измерения температуры, во время провала почти отсутствуют колебания. Вот здесь совсем они отсутствуют, но иногда бывают, но незначительные. И вот этот выделенный вторник, он повторялся в течение 17-го года и 21-го года. почти всегда, но были исключения, когда во вторник мы ничего не видели по сравнению с понедельником и также, когда вот этот выделенный скачок перескакивал на среду. Вот. Значит, мы совершенно поняли, что вот эти температурные скачки не связаны с температурой, потому что мы погружали термопару в большую бутылку 18 литров воды. И когда я пересчитал, какая должна быть мощность, чтобы эту воду охладить или нагреть, то она оказалась в несколько десятков киловатт. Ну, что совершенно как бы не естественно. И мы посчитали, что эти скачки связаны с чем-то другим. всего в 2017 году мы провели измерения в течение 87 суток. Вот. А потом еще в 2021 году мы вернулись к этой теме и 295 суток измеряли эти скачки. И я оценил всего больше 13 миллионов измерений. температуры было сделано вот за весь период этой работы. Вот здесь одно из первых измерений вот этих вот скачков, которые были сделаны в январе 2017 года. Здесь что интересно? Здесь показаны сразу все четыре термопары. На трех термопарах происходит скачок температуры вниз, а одна показывает скачок температуры вверх. Это вот как-то не очень-то понятно, но тем не менее вот такое иногда появлялось. Мы оценили фронт, при котором температура падает. Оказалось, что фронт передний вот здесь подробно показано, как температура менялась. Передний фронт оказался раз в два короче, чем задний. Он здесь порядка минуты, а здесь где-то две минуты. Вот пример другой через неделю после этих измерений. Здесь все четыре термопары сработали однонаправленно. Но и здесь тоже виден эффект отсутствия флуктуации в момент вот этого ночного провала. Особенно это видно хорошо на четвертой термопаре. Здесь гигантские какие-то флуктуации, тут они снизились. потом мы проводили еще измерения с помощью двух приборов, которые стояли друг от друга на 20 метров в разных комнатах лаборатории лес. Вот здесь что видно, что где-то в час ночи происходит первый скачок, потом второй, ну и возврат пять часов назад. А в другой комнате большой скачок как раз вот с некоторой задержкой. И он коррелирует с задержкой, которая была в другой комнате. Теперь мы посмотрели, какие фронты получаются у этих провалов. И оказалось, что самый первый фронт, сейчас вы здесь еще раз покажу, вот этот. Вот он. Он очень быстрый, он меньше 10 секунд. А следующий фронт, он длинный, он больше минуты. и возврат в исходное положение тоже длинный. Если не считать вот таких вот резких скачков. То есть такое чувство, что какие-то разные воздействия идут, связанные с разными субстанциями, которые сюда прилетают. еще мы посмотрели, как зависит появление вот этих провалов от высоты. Мы разнесли термопары на один метр, одна была на полу, другая поднята повыше. И обнаружили, что та, которая повыше, она реагирует позже. Здесь измерения проводились с частотой где-то одна секунда. Они грубые, но с большей частотой мы, к сожалению, мерить не можем. Возникает подозрение, что это воздействие на наши термопары приходит из земли снизу. Дальше. Еще есть особенность вот этих ночных провалов. Вот здесь показаны Дмитрий Сергеевич, у тебя осталось пять минут, чтобы все завершить. Хорошо. Вот здесь показаны два провала, которые в разное время. Стояли они на неделю. Красная это было 28-27 февраля, а черная 20-21. Красная среагировала раньше, черная позже. И здесь была разная луна. Здесь луна росла красная, здесь убывала. Да, вот здесь еще что интересно, в момент прихода вот этого провала у нас в лаборатории отключилось отопление, которое от электрического котла. Вот видите, температура сразу пошла вниз. То есть эти провалы, они могут и влиять на что-то. Так, показываю, как крутится луна вокруг земли. Она крутится против часовой стрелки. И здесь показано Москва условно. Вот когда у нас луна растет, она действует на что-то приходящее из земли сюда. То есть и пораньше. А здесь действует попозже. Теперь вот как выглядит Москва и ночью относительно центральной области земли. Видно, что происходящее от солнца проходит только через мантию и через кору, а жидкое ядро и центр не затрагивает. Теперь вот в 17-м году мы провели анализ начала этих провалов. И вот здесь показано черным это провалы все, кроме вторников. Они происходят где-то в час девять минут начала. А во вторник провалы разделились. Те, которые происходили при луне растущей, вот они зелененькие, а при луне убывающей красненькие позже. Похожая картина и в 21-м году, но здесь были исключения. Красненькие справа позже часа ночи, но к ним затесался один зелененький. И еще в 21-м году мы наблюдали, когда не во вторник, а в среду. Теперь, значит, что еще? У нас появились другие детекторы. Один из них два кварцевых генератора, в которых регистрируется разница времен. Вот детектор Равшавина и еще гамма-спектрометр. Вот мы посмотрели, как ведет себя вот этот детектор из двух генераторов. Вот здесь вот это измерение температуры, черная и красная, а это разность времен двух генераторов, которые находились в разной контуре. Они тоже прореагировали. То есть флуктуации в этот момент у них резко сократилась. А вот детектор Равшавина. Вот он так вот устроен. Это вилка Авраменко и еще бифилярная катушка. И все это, так сказать, разность потенциалов на конденсаторе меряется и записывается. И вот здесь измерение температуры наши стандартные термопарами во вторник. А это то, что показал прибор Равшавина. Он очень согласуется хорошо с термопарой, но также по фронтам. Первый провал очень резкий. Аршавин тоже показал быстрый спад. А следующие черные термопары, а это аршавинский прибор. Тут тоже потихонечку. Еще мы сделали измерение гаммафона в лаборатории. Вот это провал температуры, а вот это гаммафон. Он подрос в момент вот этого провала температуры. То есть с часа до пяти часов. Но это согласуется с теми работами, которые Валерий Николаевич закладывал, когда у нас изменяется гаммафон в лаборатории при работающих разрядах и когда рядом находятся. Дмитрий Сергеевич, я предупреждал, уже пора сворачиваться. хорошо. Вот последнее это измерение в Минске. В Минске мерилось, да, вот эти измерения мы делали в других местах, ничего подобного нигде не обнаружилось. И одно из измерений было в Минске, но в Минске обнаружилось, я посмотрел, когда наступает восход, и обнаружилось, что термопары видят восход. Они сидели в шкафу, лежали в шкафу у Валерия Николаевича, и мы увидели восход. Причем он наступал за две минуты до действительного начала, то есть солнце еще только подошло к краю. А вот этот провальчик был, то же самое похоже и с закатом, то есть закат наступил когда солнце когда солнце спряталось. Вот. И вот эти вещи натолкнули на мысль, что здесь мы имеем эффект осцилляции. Осцилляции солнечных нейтрино. Допустим, электронные нейтрино осциллируют на веществе, на неоднородностях. И когда другие нейтрино приходят сюда, они меняют здесь. Меняют структуру вещества, влияют на нее. И это мы видим. Ну и вот выводы. Вот такие выводы. Можно предположить, что наша лаборатория стоит на фонтане нейтрино, испытавших резонансную осцилляцию на неоднородности к земле. Вот такой экзотический вывод. Размер этого фонтана невелик. Ну, как-то я написал 100 метров, ну, может быть, 200. но в километре от этого эффекта уже не наблюдалось. Вот. И можно отсюда, но если делается такой вывод, то можно предположить, что у нас все тут заполнено этими мелкими нейтрино, которые действуют совместно с веществом на нас. Но мы к ним привыкли и не отделяем. Вот. Ну, и еще делается предположение, можно также сделать предположение, что сечение захвата этих нейтрин упругого рассеяния или захвата будет достаточно большим. Вот. И не исключено также, что влияние опытов с разрядами и ФИА с нашей лаборатории также влияет на регистрацию этих процессов. Все. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Ну, с учетом того, что мы сдвинулись на 11 минут и были заминки. Мы укладываемся в регламент. Есть у нас на вопросы время, но, пожалуйста, короткие вопросы, короткие ответы. Вот в порядке того, как у меня здесь руки подняты. Пожалуйста, Евгений Егоров. Спасибо большое. Очень интересно и льется вода на мою мельницу. И Бауровскую, конечно, о наличии, так сказать, потока векторного потенциала и первичных его образований. Но вопрос вот следующий. Геометрия термопар, как они расположены и, так сказать, ну, примерные размеры вот этих приборов, потому что, ну, я их не видел, не знаю. И второй вопрос. Как вы проверяли точность и стабильность термопар? на первое, прибор компактный, он может работать с батарейками, а может от сети. Мы работали как с сетью, так и с батарейками. Термопары у нас были разные и в оболочке, и без оболочки. Мы с теми, с другими работали. И работали с разными окружениями этих термопаров. в воду пихали. Как стабильность проверяли? Как стабильность проверяли? Ну, честно говоря, не проверяли. А, но мы их использовали для измерения температуры, как-то, калибровали, смотрели градусникам, как они показывают. Показывают приблизительно правильно. Хватаюсь я рукой и вижу там 36,6. Вот так и проверяли. То есть, в сравнении с неким объектом типа термометра обычного, так сказать, состаренного ртутного. Ну, да. Ну, нам, может быть, точность не важна. Нам нужна относительная точность. Нам вот эти важны амплитуды этих скачков. Ничего точного нет. Спасибо. Ответ получен. Пожалуйста, Анатолий Ильич Никитин. У меня такой вопрос. Значит, этот агент действовал действительно на термопару, то есть, на некий спай, иметь Константан, например, или на электронную систему. Ведь этот вопрос сразу возникает. Да, да. И все это может было легко проверить. Вы просто паяете отдельную термопарку и с помощью микроамперметра смотрите вот эти изменения тока. Приходила ли вам в голову идея так проверить и проверяли ли вы? Спасибо, да. это можно было проверить. Но я сейчас больше как-то настроен использовать вот этот приборчик Аршавина. Он оказался более чувствительный к этим вещам и он показывает то же самое. Нет, нет, там есть электроника, я говорю, надо электронику выкинуть, на проволочке на спай действует у вас или на что-то там электронная схема, которая воспринимает что-то еще там, грязные электромагнитные поля и так далее. по-разному реагируют. Была ли корреляция или нет? Реагируют раньше. С помощью элементарного термопара и микроамперметки. Было это или нет? Там может не хватить чувствительности. Неважно. Вы можете запараллелить этих несколько, последовательно включить термопары. Это удобный прибор, ночью, не хочется сидеть час ночи и смотреть на какой-то микроамперметр. Нет, ребят, вы не делали, то есть вы в общем-то честно говоря, вы сразу стали говорить про нейтрин и все прочее. А вы просто, когда человек ставит эксперимент, конечно, надо все побочные, мешающие, непонятные вещи выкинуть, перепроверить себя миллион раз. Я советую вам в будущем именно так все делать. Поэтому вашим, так сказать, измерениям они очень интересны, но доверять нельзя. Непонятно, что-то действует, но на что действовать непонятно. Каким измерениям доверять нельзя по большому счету? Всегда надо проверять. Почему бы? Это уже плоскость дискуссии. Ну хорошо, совет проверить это все действительно на элементарном уровне. Спасибо. Пожалуйста, Роман Панчелюга. Ага. Сергеевич, а вы проводили параллельные измерения температуры, допустим, полупроводниковым датчиком, тем же, ну не знаю, термометром? Я проводил этими термосопротивлениями. Они что-то показали немножко. Ну я даже не стал это приводить. Там не показали тоже. Термосопротивление сработало. Потому что я вот мониторю часто круглосуточно полупроводниковыми датчиками вот ничего такого не показывает. Ну суточный ход там все. Ну да, вот мы тоже во многих местах. На даче Валерий Николаевич смотрел, я на даче. Он на квартире смотрел, мы смотрели в другом помещении на заводе тоже нет. То есть вы считаете это все-таки температурное изменение или это вот просто термопары реагируют на что-то? Нет, термопары реагируют на что-то. Так же, как Аршавинский детектор, он же не видит температуру, а он замечательно реагирует. Вот я добавлю, может быть, Дим, может быть, я добавлю твоему ответу вот к ответу на вопрос Панчелюги Виктор, это у него тут, он из другой просто, не Роман, а Виктор. Виктор, мы считаем, что это особенности лабораторий, в которых идут эксперименты, потому что в нашей лаборатории мы проводили эти последние, был такой момент, вот Дима об этом, о самых главных вещах почему-то не сказал. Мы проводили эксперименты эти, когда никаких экспериментов по холодному синтезу не было в течение двух месяцев и эффект пропал. Как только мы стали проводить эксперименты, опять эффект возник. Вот это самое главное. И в других помещениях этого нет. Вот на наших ближайших планах это провести эксперимент аналогичный, замерить, на следующей неделе это сделают в лаборатории Климова. Я уверен, там тоже самое будет. Ну, вот интересно. Есть места богоугодные, а есть и не очень. Правильно? Да, там, где делается эксперимент, по холодному синтезу это эти места очень плохие. Вот так я бы сказал. Вот я подтверждаю это, Валерий Николаевич. Давайте к следующему вопросу перейдем. Владимир Антюшин, пожалуйста. Спасибо за то, что дали задать возможность вопрос. У меня такой вопрос. Вот термопары, которыми, я так понимаю, вы пользуетесь, это обычные сплавы. Ну да. Вот, значит, ну, во-первых, есть несколько типов сплавов. Вы пробовали менять разные сплавы? Или вы только на одном типе все это проверяли? Да, наверное, у нас один такой вид был термопар. Нет, мы не пробовали. Это К-тип термопар. Только один тип использовался. Но эти же, эти падения подтверждались, как вот сегодня Баранов говорил, и на термосопротивлении, и на других видов датчиков, которые вообще не температуру меряют. коррелируют четко. Причем коррелируют с той же степенью быстроты. Вот первый скачок быстрый, ну, не знаю, чего это, а второй медленный. И совпадение разных приборов есть, которые на разных физических принципах основаны. Вот еще, вот, так сказать, эти эксперименты ваши, они очень напоминают эксперименты Козырева, которые проводил, но термосопротивление проводил под телескопом. То есть, вы, так я так понимаю, все-таки соединяете это с возможностью с действием Лумы? Нет, с действием Солнца. Это Солнце. Понятно. Солнце испускает мощнейшие потоки нитрино. Может быть, конечно, еще чего. Ну, вот, нитрино, это что лучше всего подходит, потому что Солнце, когда чуть-чуть залезло за горизонт, оно вдруг показалось на наших измерениях. Когда оно вылезло полностью, мы этого не видим. Когда оно глубоко ушло, тоже не видим. А вот какой-то хитрый момент, когда есть неоднородность. Вот что было этими людьми и... У вас микрофон выключился, Дмитрий Сергеевич. Микрофон выключился у вас. Это показывает структурирование Земли. То есть она не так проста, как мы думаем. Понятно. У нас осталось времени, чего мы немножко перебираем на два вопроса. Может быть, да, давайте тогда закроем, потому что у Дмитрия Сергеевича, у него что-то с компьютером. Дим, у тебя включился? Все нормально. Все нормально. Спасибо. Давайте оставим для круглого стола, потому что у нас еще два вопроса, а времени мы перебираем. Давайте, пожалуйста, Александр Георгиевич Пархомов. Ну вот правильно, давайте перенесем на круглый стол. Это как раз не вопрос. Я хочу сказать, что я наблюдал совершенно похожий эффект, то есть снижение уровня сигнала и уровня шума где-то примерно с часу ночи до пяти утра. Об этом я, наверное, расскажу на круглом столе, если это интересно. И последний вопрос, пожалуйста, Валентин Шароносов. Вопрос очень важный, потому что мы медициной занимаемся, именно к вечеру возникают неприятности по желанию людей. Большие скачки давления, куча всего остального. Я ссылку сбросил, как раз занимается РАМ, там есть вариации связаны с... Валентин, вопрос, только вопрос. Вопрос. Вы пытались экранировать просто, экранировать, скажем, термолой еще что-то, вот один датчик не экранирован, другой экранирован. И что? Да, когда мы все, весь прибор для его питания и все термопары поместили в железные ящики, у нас петли кривили. Потом я взял еще фольгой, тщательно всякие щелочки этого железного ящика, который был подогнан как-то, но там были тонкие щели. Я все эти щели залепил и вот тут он пропал. Похоже на датчик Зенина, посмотрите датчик Зенина. В этом году мы как-то, у нас пессимизм возник, мы перестали этим заниматься. А потом, в 21-м году у нас новый прибор появился, и мы решили его испытать на этом. И он продемонстрировал. Валерий Николаевич, несколько слов я скажу в заключение. Начну с воспитательной некоторой части. Вот вы знаете Черепанов, который заваливает всех спамом, не только по электронной почте, но уже на чате. Причем Хамид, вот почитайте чат, увидите, я написал там в ответ. Валерий Николаевич, просьба просто удалять его из конференции, как вот в школе, за плохое поведение, недостойное. Потому что человек вышел за рамки всякие уже, он уже так сказать, ну вот на конференции начинает здесь хамить докладчикам. Это не допустимо. Вот, а все-таки я на позитивной ноте хочу закончить. Спасибо всем докладчикам за интересные доклады, за содержательные вопросы, ответы и всем участникам. Передаю слово вам, Валерий Николаевич. Спасибо Федору Зайцеву. Я хотел поблагодарить его, Федору Сергеевичу Зайцеву, потому что он в таком оперативном режиме согласился вести председательство на нашей конференции. Друзья, я завершаю эту сессию и до встречи в 4 часа, в 16 часов московского времени. Всем спасибо. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok